МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимник Наринмарусинск с начала недели доставил немало проблем экстренным службам. 13 января на нем застряли почти два десятка автомобилей, а сегодня ночью произошло ДТП, из-за которого пришлось вызывать вертолет санавиации. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Автозимник Наринмарусинск не успел заработать в полную силу, как преподнес сразу две чрезвычайных ситуации. 13 января сотрудники МЧС вызволяли из снежного плена 18 автомобилей. Из-за переметов они не смогли проехать по зимнику и застряли в тундре. Помочь водителям отправился автомобиль поисково-спасательной службы. Начиная уже с 14 километров, то есть от выродка дороги Наринмар-Красный, в сторону Усинска, уже начали вытаскивать машину. В общее время они провели порядка шести с половиной часов для операции. В общей сложности застрявшие автомобили заняли пространство в 75 километров. Сообщается о 30 спасенных людях. Тогда обошлось без пострадавших. Однако спустя сутки на зимнике столкнулись два грузовика. Водитель одного из них получил серьезную травму. Его пришлось эвакуировать с вертолетом. Сейчас он в реанимационном отделении Ненецкой окружной больницы. Врачебная регуляция собралась в артуре фельдшер. В полетели они авиаторитет, составили место, нашел эту точку. То есть точка была местными силами освещена, чтобы вертолет мог сесть. Больной был осмотрен. Сейчас состоит дитя не больного стабильно, спинально. Там все необходимую медицинскую помощь по поводу первого угла. О зимнике говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Меры по восстановлению дороги уже принимаются. На сегодняшний день усилена техника. Работают кироцик, крейтеры, также справа на красного, права на два бульдозера. В ближайшее время синоптики обещают погоду без осадков. А значит, серьезной угрозы автозимнику пока нет. Однако водителям следует позаботиться о безопасности поездки, в достаточном запасе топлива, теплых вещах и средствах связи. Прокуратура Ненинского округа подвела итоги своей работы в 2013 году. Пресс-конференцию приурочили ко дню прокурорского работника и дню российской печати. Мероприятие посетили все основные СМИ Ненинского округа. Уровень доверия граждан прокуратуре Ненинского округа в минувшем году вырос на треть. Ни одно дело, вызвавшее хотя бы маломальский резонанс в общественности и прессе, не прошло мимо служителей правопорядка. На встречу с журналистами пришло все без исключения руководства окружной прокуратуры, и каждый из сотрудников ведомства выступил с исчерпывающим докладом. Говорили обо всем от защиты прав пенсионеров в Ненинском округе до увеличения в три раза количества умышленных убийств в регионе. Противодействие преступности, коррупции и проявлению экстремизма, борьба с наркотиками – это лишь часть тем, которые обсудили сотрудники прокуратуры в ходе пресс-конференции. Говорили сотрудники прокуратуры и о планах на 2014 год. Год выборов активно используется, будут в том числе и средства массовой информации для решения каких-то своих политических, может быть, и амбиций, и планов. Поэтому я бы хотел, чтобы средства массовой информации объективно отражали все процессы, которые происходят. Николай Егоров поблагодарил журналистов за существенную помощь в укреплении законности и правопорядка, о формировании и правосознании граждан и вручил почетные грамоты главному режиссеру Нениской телерадиовещательной компании Марии Кравченко и заместителю главного редактора региональной общественно-политической газеты Нарьяна Вендра Ольге Крупенье, а также объявил благодарность старшему редактору территориального отделения ГТРК «Поморье» Надежде Хабаровой и телеоператору Нениской телерадиовещательной компании Владиславу Носкину. Сегодня исполнилось три года со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. 15 января 2011 года вступил в силу соответствующий федеральный закон. Как сообщалось в пояснительной записке, к законопроекту функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. В Наринмаре, как и в других городах, функционируют подразделения этого ведомства. Наша съемочная группа побывала в гостях у сыщиков и первой поздравила их с профессиональным праздником. Официально праздничного статуса День образования Следственного комитета России пока не имеет. Однако в совсем еще молодой структуре к дате 15 января относятся очень серьезно. Следственный комитет образован указом президента Российской Федерации от 15 января 2011 года в качестве самостоятельного и независимой системы следственных органов, выполняющей чрезвычайно важную работу по расследованию наиболее опасных и сложных преступлений. Наринмарский межрайонный следственный отдел также был создан три года назад, 15 января. За это время сыщики подразделения завершили расследование 158 уголовных дел. Ровно 100 из них окончены, 80 направлены в суды. За три года Наринмарские следователи провели 1653 проверки по поступившим сообщениям о преступлениях. В результате было возбуждено 96 уголовных дел. Несмотря на столь молодой возраст следственного комитета, в Наринмарском межрайонном следственном отделе работают сотрудники, имеющие существенный стаж следственной работы. Часть из них начинала свою трудовую деятельность в органах прокуратуры. Они работали следователями прокуратуры. Некоторые из них работали в следственных подразделениях, органах внутренних дел. Всего в коллективе Наринмарского следственного отдела 8 человек, 6 мужчин и 2 женщины. Штат укомплектован полностью. Коллектив дружный, здесь каждый готов подставить свое плечо товарищу. Гарри Катаян – следователь по особо важным делам. По его мнению, работа в следственном комитете – это скорее призвание, чем обыкновенный труд. Основная сложность – это то, что следователь устанавливает обстоятельства, которые происходят в прошлом. То есть он должен установить, что на самом деле было. И тут он может выслушивать разные мнения. То есть и как заявителя, и как потерпевшего, или представителя потерпевшего. В том числе и подозреваемого в будущем и обвиняемого. Самое важное в работе следователя – сделать правильные выводы из собранных им материалов и доказательств по делу. Это большая ответственность, поскольку зачастую именно от правильного решения сыщика зависят человеческие судьбы. А сложно бывает порой выбрать между сторонами? Как понять, кто прав, кто виноват? Сложно, да. Особенно в ситуациях, когда все это происходит один на один. То есть одна сторона говорит, что было, другая сторона говорит, что не было. Тут уже приходится опираться на другие доказательства. Елена Чапурная работает в следственном отделе помощником следователя. Именно на ее хрупких плечах висит вся отчетность подразделения. Вокруг ее стола лежат десятки томов с уголовными делами и стопки самой разной документации. Все эти бумаги необходимо помнить и знать, где какая лежит. Ведь любая из них может срочно понадобиться следователю в тот момент, когда дорога каждая секунда. Но и это еще не все обязанности Елены. Регистрирую всю входящую и сходящую почту. Сообщения принимаю о преступлениях. Ну и как вы думаете, без вас вы справились? Думаю, что нет. Каждый из этих людей готов к любым неожиданностям. Работа такая. Самые жуткие, опасные и резонансные преступления расследуют именно они. Их могут вызвать на работу в любое время суток. Поднять ночью с постели. Офицеры всегда должны быть на страже закона. Уровень доверия российских граждан к Следственному комитету постоянно растет. Главный принцип работы ведомства – неотвратимость наказания за совершенные противоправные деяния. Как самостоятельная структура, Следственный комитет России доказал, что является одним из самых эффективных борцов с преступностью. Уверен, что профессионализм и ответственность для ответственного отношения к делу помогут нам укреплять свой авторитет. Ведь от того, как мы выполняем свои обязанности, во многом зависит социальный настрой, благополучие и жизнь, здоровье наших граждан. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам профессионального роста, удачи. Несмотря на плодотворную деятельность сотрудников Нарьинмарского межрайонного следственного отдела, меньше работы у них не становится. Только в истекшем году принято к производству 77 уголовных дел. А с учетом проверок по поступившим сообщениям о преступлениях, их общее количество достигло 91. Но Нарьинмарские следователи уверенно смотрят в будущее. Они намерены и впредь оставаться самым грозным оружием в борьбе с преступностью в нашем регионе. Михаил Малеев и Вадим Стасюк, телеканал «Север». Ненецкий округ готовится к годовщине вывода советских войск из Афганистана. По распоряжению губернатора Игоря Федорова создан организационный комитет и утвержден план мероприятий, посвященных памятной дате. Они пройдут в Нарьинмаре 15 февраля. Именно в этот день, 25 лет назад, последние советские войска покинули Афганистан. В образовательных учреждениях Ненецкого округа накануне памятной даты пройдут тематические вечера, уроки мужества, конкурс сочинений для школьников «Солдат войны не выбирает». Также будут изготовлены мемориальные доски в память о погибших. Их установят там, где жили павшие – в Усть-Каре, Великовисточном, Нижнепёше, Амдраме. 15 февраля в Нарьинмаре пройдёт митинг на Аллее славы у мемориала, установленного в честь участников локальных войн и вооружённых конфликтов. На торжественном мероприятии будут присутствовать участники локальных войн из сёл, родителей погибших ребят, близкие родственники. В этот же день в КДЦ «Артика» состоится торжественное мероприятие, посвящённое этому событию. А вечером воины-афганцы и их близкие представители общественности и органов власти соберутся на торжественный вечер, где вспомнят подвиги земляков, выполнявших по приказу Родины интернациональный долг. Столица будущей Олимпиады в ожидании не спортсменов и тренеров, а новых кадров, специалистов и рабочих. В Сочи требуются инженеры, горничные, водители и машинисты. Всего вакант на более трёх тысяч рабочих мест. Трудоустроиться в городе-курорте могут жители и нашего региона. Рабочие руки в Сочи требуются как на время проведения Олимпиады, так и долгосрочный период. Некоторые работодатели предоставляют служебное жильё, организуют питание и доставку до места своим сотрудникам. Ознакомиться с перечнем вакансий можно на официальном сайте Центра занятости населения. Если удалось найти подходящую должность, необходимо обратиться в Центр занятости по месту проживания для оформления необходимых документов и анкеты. Центр занятости отсылает эту анкету в вышестоящие органы, так скажем. Потому что там в некоторых случаях мы отсылаем в Центр занятости города Сочи, в некоторых случаях в комитеты специально созданные. В зависимости от того, какая организация набирает в себе персонал. Помочь в трудоустройстве может специальная комиссия. В её рамках тем, кто переехал в другой регион, предоставляется компенсация расходов. Если человек устроился на постоянное место, ему оплачивают проезд всех членов семьи, провоз багажа, единовременное пособие в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи и суточные. При переезде устройстве на временную или сезонную работу оплатят также проезд, провоз багажа, найм, жилья и выдадут суточные. Рассказать о жизни коренных народов в кино. Такую миссию взял на себя кинофестиваль «Аргиш», который состоится с 4 по 6 апреля этого года. К участию в первом кинофестивале нашего округа приглашены режиссеры этнографических и документальных фильмов России, Норвегии и Канады. Организатор мероприятия «Этнокультурный центр» приглашает принять участие в конкурсе. К кинофестивали о жизни коренных народов сегодня не редкость. В России и за рубежом ежегодно проходят показы этнографических фильмов. По словам организаторов «Аргиш», такое имя дали фестивалю – это не просто следование мировым тенденциям. Благодаря вот этим фильмам можно проникнуться, можно понять, что такое коренной народ. У многих очень приятное мнение бывает, ну что там в тундре, да, посет олени. А на самом деле, когда посмотришь фильм, ты понимаешь, что это какой-то труд, да, ты понимаешь, ты видишь, ты сопереживаешь уже героям фильма, ты понимаешь, что в тундре жить может быть она нелегкая, но там есть свои плюсы. К участию в фестивале приглашены создатели этнографических фильмов. Их работы отражают проблемы сохранения и выбора дальнейшего пути развития аборигенного народа. Уже известно, что приедет обладатель премии НИКа Алексей Вахрушев. Его фильм «Книга тундры» рассказывает о конфликте поколений. Эдгар Бартенев привезет документальный фильм о буднях оленеводов Северного Урала «Нярма». В Аркутинские ненцы ходят, участники. Нам одна девушка понравилась. Ну ничего, нынче, может, сосватываемся. Я влюбился сразу с первого взгляда. Хотел ее украсть, но не получил. Приглашение на фестиваль получили и зарубежные режиссеры фильмов в Канаде и Норвегии. В Северной Скандинавии проживают коренные народы Саамы. Их образ жизни очень похож на жизнь ненецкого народа. Это оленеводство, традиционные промыслы и рыболовство. На данный момент отправлены приглашения двум участникам. Надеемся, что норвежские кинорежиссеры, снимающие о жизни коренных народов, откликнутся и приедут на фестиваль Аргиш в Канаринмар и расскажут о жизни коренного народа Норвегии, о Саамах. Один из пунктов программы – конкурс видеороликов «Нао в кадре». Каждый желающий может принять в нем участие. Для этого надо снять ролик о жизни коренных народов. Тематика самая разная – культура, обычаи, ремесло, фольклор, литература, национальные герои, семья. Формат видеосюжета тоже на выбор – интервью, репортаж, анимационный фильм. К конкурсу допускаются видео, снятые как на профессиональную камеру, так и на мобильный телефон и фотоаппарат. Валентина Чибичев, Вадим Носкин, телеканал «Север». Наринмар сейчас находится на 68-м месте в рейтинге интернет-голосования Всероссийского проекта «Город России». Конкурс направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного города нашей страны. В проекте участвуют крупные населенные пункты и административные центры с богатым и неповторимым историческим и культурным наследием, достойные стать национальным символом. Проект проводится уже в третий раз. Его главная цель – сохранение культурно-исторического наследия, укрепление национальных ценностей и возрождение интереса к истории российских городов. В списке 81 претендент на звание самого популярного и значимого города страны. На сегодняшний день в тройке лидеров – Иркутск, Чебоксары и Уфа. Наринмар находится на 68-й строчке. В прошлые годы Заполярная столица занимала 64-е и 30-е места. Отдать свой голос за понравившийся город можно на сайте городдефисроссии.рф. Для голосования не нужна регистрация. С каждого IP-адреса можно проголосовать только один раз в сутки. Самый привлекательный и узнаваемый город страны определяет 30 декабря 2014 года. Десять юных певцов из Ненецкого округа вошли в состав сводного детского хора России. Пятеро из них – воспитанники городской школы искусств, вторая половина – учащиеся Дома детского творчества и поселка Искателей. Каждый из ребят прошел нелегкий региональный отборочный тур. Главными его критериями стали знания музыкальной грамоты и отличные вокальные данные. На днях юные дарования вернулись из Санкт-Петербурга, где впервые смогли спеть вместе с остальными участниками сводного хора. Подробности узнала Екатерина Гончарова. Более тысячи вокалистов из 83 регионов страны впервые встретились, и их голоса сразу же слились в единое целое. Грандиозный концерт на новой сцене Мариинского театра стал генеральной репетицией. В таком же составе хор выступит на закрытии зимней Олимпиады в Сочи. Позади остались многодневные трудоемкие репетиции в лучших залах и бесценные уроки от маэстро Валерия Гергиева. Несмотря на колоссальную нагрузку от визита в Петербург, у юных дарований остались только положительные эмоции. Было очень красиво. Даже когда пели другие регионы, просто сидел и слушал, как это очень красиво, прекрасная акустика. Эмоции мы получили, наверное, через край. Столько народу было. Потом в конце аплодисменты, крики. И сам Гергиев, конечно, тоже поразил своей работой. Столько для нас делал. Нам очень хорошо держали, хотя не всем было видно, потому что там народу было много. Потом после концерта все кричали «Браво!». Мы благодарили, кричали. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Создание сводного детского хора – один из самых масштабных проектов Всероссийского хорового общества. На коллектив уже сейчас возлагают большие творческие надежды. После Олимпиады хор продолжит свою работу. В дальнейшем планируется его участие в различных культурных проектах, фестивалях, международных мероприятиях и торжеств по случаю государственных праздников. Руководитель хорового общества в Нейнском округе за наших ребят искренне рада и надеется, что хоры вскоре зазвучат в каждом детском учреждении региона. Хорошо, что им все понравилось, что они окунулись. Это, знаете, это такое, вот когда ты поешь, и твой голос сливается в сонми других голосов, это не передать такое впечатление, ощущение. Ребята же признаются, усталости не чувствуют. Они полны творческих сил и с нетерпением ждут 15 февраля, когда отправятся в Сочи. И, конечно же, самого выступления, которое состоится 23 февраля на закрытии Олимпийских игр. Напомним, в Сочи выступит еще три творческих коллектива от Нейнского округа. У каждого коллектива есть расписание, уже где они, на каких площадках выступают, какое им время отведено для выступления. Но каждому коллективу отведено от 30 до 40 минут. Но это не значит, что они пришли, выступили и ушли. Вот эта программа идет нон-стопом, то есть в течение дня несколько раз каждый коллектив выступит. Народную культуру Нейнского округа на Олимпиаде представит фольклорный ансамбль «Родные напевы», ансамбль русских народных инструментов «Северяна» и танцевальный коллектив «Хаяр». Екатерина Гончарова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова